Пять десятков мэров в Ярославле сегодня в столице Золотого Кольца состоялось расширенное заседание правления Союза Городов России. Встреча прошла в очном и заочном форматах. Комплексное развитие территорий, местное самоуправление, наработки в области образования и туризма. Это далеко не полный перечень вопросов, которые обсудили сегодня градоначальники. Марина Смарагдова с подробностями. Ярославль стал площадкой для встречи участников Союза Российских Городов. Сегодня состоялось расширенное заседание правления. В Союз ходит около ста городов. Сегодня их стало на семь больше. Сегодня город Саранск по предложению Ассоциации Городов России примут в эту ассоциацию. Мы этому очень рады, потому что жить в нашей большой необъятной стране и не участвовать в таком большом сообществе, я думаю, это не совсем правильно. Поэтому этот пробел сегодня искренним. Обмен опытом муниципального управления в масштабах страны. Так можно назвать общение. Обсудили основные направления и форматы работы Союза. Модели развития архитектурных обликов городов. Интересовали собравшихся проекты комплексного развития территорий. Мэр Артем Молчанов поделился опытом Ярославля. Рассказал о комплексном строительстве девятого микрорайона в Заволжье. Особое внимание властей общению с жителями. Большое внимание сегодня уделяется местному самоуправлению, потому что именно городские власти находятся ближе всего к решению самых актуальных проблем жителей города. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы были какие-то универсальные решения, были какие-то универсальные способы ответов на эти сложные вопросы. Вот такой формат общения нам позволяет это все сделать. Гостей познакомили с новым образовательным проектом «Школа-21», где готовят востребованных IT-специалистов. Участники расширенного заседания познакомились и с принципами работы школы, и посмотрели помещения, в которых проходит обучение. Говорили и об общих проблемах городов. Также достаточно острый вопрос стоит перед муниципальными образованиями. Это вопросы водоснабжения, теплоснабжения. На сегодняшний день это актуальная проблема. И нахождение пути решения этих проблем достаточно важная задача для глав муниципальных образований. И вот формат таких встреч позволяет не только поделиться проблемой, но и совместно найти решение, вплоть до того, чтобы вынести это решение на более высокий федеральный уровень. Подобный формат общения очень полезен отмечали гости Ярославля, поскольку позволяет познакомиться с лучшими практиками в разных городах страны. Сегодня им рассказали, как мэрия города общается с бизнес-сообществом Ярославля. Гостям Ярославля показали уникальную композицию – мезаичное панно, посвященное трудовому подвигу ярославцев в годы войны. Оно составлено из 7 тысяч фотографий воинов Великой Отечественной. Изображен и тягач Я-12, который ярославцы выпускали для фронта. В Туристко-информационном центре гости познакомились с потенциалом гостеприимства Ярославской земли. Актуальны для всех вопросы привлечения туристов и расширения привлекательности регионов. Узнали, какими возможностями в сфере туризма располагает Ярославль. А завтра смогут и увидеть. Марина Смарагдова, Михаил Орлов. Главная телевизионная новость.